Благословенный день Господь творит. Творит все новое. С восходом солнечным Он творит для нас необходимое. И если бы мы знали, как много творит небо для земли, то нам вообще не о чем было бы беспокоиться. Но коль мы не слышим, не видим, не чувствуем, не знаем, либо не верим, либо верим отчасти, что происходит на небесах, то мы от этой части можем получать мир. Но чем меньше часть упования и знания того, что делает Бог, тем больше забота ложится на плечи человека, тем больше приходит беспокойство. И поэтому понимание сути Бога, понимание Его возможностей сегодня – это наша привилегия отказаться от забот, которые могут нас завязывать в узел суетности. Но тогда, когда мы свободны от этого, когда мы можем благодарить Бога за то, что на небесах уже для нас устроен день. И поэтому, наступая в новый день или вступая в него, мы можем благословлять Бога, благословлять свои сердца, благословлять свое окружение, говорить, Господи, сей день Ты сотворил для Твоей славы. И пусть это будет всегда с осознанностью. Если для славы, то, значит, я буду в своем призвании, я, значит, буду в воле Отца, я буду делать то, к чему Он меня призвал от начала, от старта веков и даст мне прийти к финишу, который будет успешнее, чем начало. И вот это понимание пусть движет нами в этом дне. И текст, который мы с вами продолжаем читать – это 9 Псалом, 8 стих. «Но Господь пребывает вовек, Он приготовил для суда престол свой». Помните, что имена нечестивых изгладятся на веки и веки, и силу у врага не стало, но престол свой Господь приготовил. И вот Он-то вечен, и Господь пребывает вовек. А значит, и Слово Его тоже пребывает вовек. Друзья, у нас есть основание для нашей веры – это Его Слово. И пусть оно входит в нас могущественно. Потому что есть послание Колоссянам, где апостол Павел говорит – Слово Христово довселяется в вас. Поэтому каждый раз, когда мы утром открываем свои глаза, открываем свое сердце, открываем свой внутренний мир, то пусть в это время Слово Божье вселится. Вселится своим посланием, даже если это всего один стих. Но Господь пребывает вовек. Пусть это будет как набат звучать в твоем сердце. Все, что ты видишь сегодня, оно временно, оно пройдет. Будь это доброе, будь это худое, но все проходящее. Не всегда так будет. И поэтому тогда, когда мы помним эти вещи, и когда мы не расслабляемся в смысле того, чтобы беспечность пришла на территорию нашей жизни от того, что у нас все хорошо и комфортно, а когда мы продолжаем держать фокус на Боге, продолжаем с Ним выстраивать взаимоотношения, это так ценно, это так важно, это нас держит как якорь. Тогда, когда приходят бури, это держит нас как стержень, тогда, когда приходит ветер. И пусть Господь поможет нам не сломаться, если надо быть гибкими, если надо быть твердыми, но в любом случае оказаться в позиции, которую понимает Господь, пребывает вовек. Он не изменен своей сути, и Он поставил престол свой для суда. Для суда кого? Для суда чего? И вы знаете, нам тоже предложено судить самих себя, чтобы не быть судимыми с миром. Поэтому каждый раз, когда мы к себе снисходительны, а к другому строги, то это то, что делает обратный эффект. Тогда к нам будет применен какой-то другой суд, более конкретный, более справедливый. Но тогда, когда мы себя можем взвешивать, не то, что нам надо себя обвинять, постоянно судить, нет, а взвешивать в Божьем присутствии, говорить, Господи, если нужна какая-то коррекция, открывай мои глаза и уши, я не хочу жить в самообмане. И это поможет нам быть вовремя скорректированными. Небесный Отец, я благодарю Тебя, что у нас на самом деле есть в этом огромная необходимость, быть скорректированными небом. Поэтому благослови нас сегодня знать, что Твой престол приготовлен для суда, и Ты пребываешь вовек, и судить дела свои так, чтобы потом не быть судимыми с миром. Я благодарю Тебя, что Ты тот, который точно взвешиваешь, который никогда не опаздываешь, который открываешь над нами небеса и проливаешь свои потоки, которые омывают, очищают, преображают не только наше сердце, но и разум, и чувства, и слова, и уста наши, и наши мысли. Будь благословен во всем, что Ты уже начал делать, и что Ты обязательно совершишь до конца. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Всего доброго. До новых встреч. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»